Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 августа. Память святого священномученика Фавия, Папы Римского. Святой Фавий происходил из Рима и был пресвитером в одни нечестивых римских царей, особенно приверженности ижеству и игнавших по этому церковь Божию. Сначала святый Фавий жил в одном селении близ Рима, а потом переселился в самый город, и весь с усердием занялся погребением тел мучеников. В это время много христиан было мучимо и убиваемо за веру. Причем тела их бросали за городские ворота на сиденья собакам, зверям и птицам. Святой Фавий тайно ночью брал тела мучеников и счастью предавал земле. По убиению царствами Максимиана за исповедание Христова Святейшего Папы Анфира, верующие, скрывавшиеся от преследований и содержавшие в тайне свою веру, собрались для избрания нового папы вместе с епископами и пресвятерами в один храм, неизвестный гонителям. Один малозаметный дом служил для них храмом в это тревожное для христиан время. Здесь в собрании присутствовал святой Фавий. Когда начались изыскания, кого бы по достоинству избрать для занятия столь высокого положения, каким было положение римского епископа? Многие припоминали честных и выдающихся мужей, которые бы могли по закону Христова упасть из стада его. Но о святом Фавии никто даже и не думал. Он, когда недавно пришел из села, был одним из незначительных по положению пресвятеров. При выборе начались несогласия. И вдруг вверху над головами явился белый, как снег, голубь. Спустившись, он сел на голову пресвятера Фавия, а затем снова поднялся вверх и взялся невидим. Тогда все поняли, что сам Господь через Святого Духа Своего избрал Фавия с предстоятеля и пастыря церкви своей и с великой радостью посадили его на патриарший престол. Таким образом, святой Фавий сделался папою римским. В церкви за Христовой настало спокойствие. Мучитель Максимин был убит своими воинами, после него на престол вступил гордиан, при котором и прекратилось гонение. Этот царь, хотя и был неизвестником, но отличался кротким, добрым характером. Он запретил знать христиан. Наслаждаясь его царствованием миром, они повсюду устраивали церкви. Святой Фавий в погребальных пещерах устроил над гробами мучеников много поместительных храмов, где верные собирались для молитвы. А над самими пещерами, служившие убежищем во время гонения, он соорудил часовни. Церковь возрастала благодаря ежедневному вращению неизвестников от нечестия к христианству. Особенного просветания она достигла по смерти гордиана, когда его место занял Филипп, разделивший управление вместе с сыном своим, тоже Филиппом. Оба они приняли христианство, будучи просвещены одним благочестивым и знатным мужем Понтием. Святой Папа Фавий крестил их. В это время особенно увеличилось число верных. Следуя примеру царя с сыном, многие крестились. И веру в Христову можно было свободно и безбоязненно исповедовать. Святой Папа Фавий при содействии истинного раба Христова, сенатора Понтия, созидал храм, разрушая в то же время капище вместе с идолами. Но церковь недолго, около четырех лет только, наслаждалась таким покоем и свободой. Глава ее, Христов, желая, чтобы невеста его, за которую он стролил кровь свою, здесь на земле была как золото, испытанное в горниле, и как святок среди тернии, опять попустил ей подвергнуться бедам и страданиям. И началось сгонение, поднятое адским драконом, который, как открыл Господь Иоанну Богослову в видении, преследовал блиставшую небесным величием жену и спуская из пасти целую реку воды, чтобы потопить ее. Этот древний ненавистник добра не вынося возрастания славы Христовой, поднялся против принявших христианства благочестивых царей. Ненавидящие Христа и христиан-язычники, собравшись под предводительством нечестивого Декия, убили царя Филиппа и его сына именно за то, что они уверовали во Христа, и дозволили свободное исповедание религии христианской. После убийства царей они обратились на христиан. В это время кровь христиан лилась рекою. Святой Папа Фавий был схвачен прежде всех. Его, как представителя и учителя христиан, язычники особенно сильно ненавидели. Искали благочестивого сенатора Понтия, но не нашли. Он, подобно многим верным, скрылся, а потом бежал из Рима. Святой же Папа Фавий был обезглавлен в 250 году и перешел вместе со многими в одно время с ними убиенными овцами своей паства из церкви воинствующей церковь торжествующую. А Святой Понтий был взят впоследствии тоже приявлен ученическую кончину за Господа нашего Иисуса Христа. И мы же с Отцом и Святым Духом слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»